Девушки отдыхают Сергей Валерьевич, здравствуйте! Доброе утро! Сергей Валерьевич, поговорим с вами об оптимизации системы здравоохранения. Расскажите, пожалуйста, о планирующихся изменениях непосредственно в Красном Луче. В этом году с 1 ноября планируется проведение оптимизации коечного фонда. Все это проходит в рамках реализации стратегии оптимизации системы здравоохранения Луганской Народной Республики. Ну и прежде всего нужно сказать, что целью данной программы является в первую очередь улучшение качества и эффективности медицинской помощи в результате перераспределения иррационального использования имеющихся ресурсов за счет высвобождения тех средств, которые используются на содержание неэффективно работающих стационарных коек. Ну а что понимается под оптимизацией? Это только сокращение коек в больнице? Нет. Давайте все-таки четко разделять и понимать о том, что прежде всего оптимизация это улучшение. Еще раз я хочу сделать особый акцент о том, что целью оптимизации является улучшение качества и эффективности медицинской помощи. А вот сокращение коек, это является как раз механизмом достижения этого за счет того, что будут высвобождаться денежные средства, имеющиеся, выделяющиеся на содержание этих неработающих, неэффективно работающих, невостребованных коек. Сергей Валерьевич, а что явилось причиной проведения оптимизации в красном луче? Я думаю, ни для кого не секрет, что население, в том числе города Красный Луч, уменьшилось по сравнению с довоенными цифрами. Фактическая численность населения уменьшилась, в том числе и за счет трудовой миграции, главным образом за счет внешне трудовой миграции в Российскую Федерацию. Соответственно, и востребованность койки стационарной во всех лечебных профилактических учреждениях города уменьшилась. Естественно, снизилась загруженность койки, о чем мы четко видим по нашим статистическим показателям, которые имеют тенденцию к снижению вот уже на протяжении последних трех лет. Ну а когда родилось решение о необходимости проведения оптимизации в здравоохранении? Я хочу сказать, что это решение назревало достаточно давно. И еще раз повторюсь, что за последние три года мы видели уменьшение работы койки. Соответственно, мы не могли оставаться безучастными к этому и оставаться в стороне. Мы понимали о том, что это нерационально используемые средства. Мы понимали о том, что их можно с гораздо большей пользой использовать для других целей. Поэтому кропотливая и достаточно скрупулезная работа велась вот уже последний год. Все это привело к тому, что в настоящее время уже проходит первый этап этого реформирования. Сергей Валерьевич, а есть ли местная особенность в проведении оптимизации именно в вашем городе? Да, имеются такие особенности. Прежде всего, они связаны с тем, что город Красный Луч достаточно некомпактно расположен. Имеются отдаленные периферийные участки. И так, например, есть города, которые находятся административно, они относятся к Красному Лучу, но они находятся на расстоянии 12-15 до 20 километров. Поэтому, ну, это, пожалуй, наверное, самая главная особенность нашего города. Звучала мысль о рациональном расходовании средств, которые будут сэкономлены в результате оптимизации. А куда конкретно планируется перенаправить эти средства? Планируется, что те средства, которые будут сэкономлены, будут в дальнейшем использованы на модернизацию устаревшего парка лечебно-диагностической аппаратуры, на повышение заработной платы, каких-то стимулирующих выпад медицинским работникам, а также улучшение медикаментозного обеспечения пациентов, ну и, конечно же, на ремонты, на обновление инфраструктуры больниц. Поэтому есть вполне очевидный и понятный перечень первостепенных задач, куда планируется эти средства перенаправить. Ну, скажите, все эти перемены как отразятся на населении Красного Луча? Насколько будет сохранена доступность вообще для людей к медицинским услугам? Очень правильный вопрос, и я хотел бы сделать особый акцент о том, что доступность для населения медицинской помощи никаким образом не уменьшится. Еще раз особый акцент на том, что сокращаются только те койки, которые были не востребованы населением, те, которые пустовали, те, на которых простаивали. То есть, соответственно, неработающие койки и сокращаются. Поэтому я надеюсь, я уверен о том, что никаким образом на доступность медицинской помощи для населения проводимой реформы в худшую сторону не отразятся. А в среднем в палате сколько пустующих коек, если там, условно говоря, допустим, 6 или 8 стоит кровать, и сколько из них постоянно загружены, а сколько нет? И опять же, а есть ли такая тенденция, и насколько она массовая, если есть, что люди получают с утра процедуру, сдают анализы, и пишут заявление, там, до завтра под свою ответственность и пошел домой? Вопрос очень глубокий, он достаточно масштабный. Я объясню, почему. Дело в том, что мы анализируем, говорить о том, что в какой-то, во всех кой, во всех палатах пустую, там, одна-две койки, мы не можем. Мы смотрим по профилям коек, то есть, какие койки достаточно востребованы, например, смотрим, что терапевтические койки более востребованы, чем, например, какие-то узкие, гинекологические или урологические. Поэтому об этом говорить мы можем только в разрезе профилей отделения. В среднем, если мы будем выводить эту цифру, это порядка 10% все-таки коечного фонда простаивает. Отвечая на вторую часть вашего вопроса, хочу сказать о том, что в настоящее время широко используется, и эта тенденция всемирная, она не только касается нашей республики, в том, что сейчас внедряются очень широко стационар-замещающие формы. Это как раз дневные стационары при амбулаторно-поликлиническом звене. Это все-таки делается акцент на амбулаторную поликлиническую форму, когда мы можем проводить не только какие-то инъекционные введения препаратов, которые требуют постоянного присутствия, наблюдения в стационаре, а именно заменяем таблетированными, делаем акцент на какие-то физиопроцедуры. Поэтому ситуация, которую вы озвучили о том, что человек получил лечение и написав расписку, благополучно покинул стены отделения, она достаточно широка, мы все это знают, все с этой проблемой, не только руководители, но и сами врачи сталкиваются, поэтому мы все-таки делаем акцент в дальнейшем на том, что первичное звено будет лечить подавляющее большинство пациентов. В конце концов, спать дома удобнее, спать дома хотят все, независимо от диагноза. А, Сергей Валерьевич, мы поговорили о том, как это на людях отразится процесс оптимизации, а на врачах, медсестрах, младших медицинских работников не лишатся ли люди работы? Да, очень животрепещущий вопрос, и когда только рождалась мысль об этом, прежде всего, во главу угла ставились интересы сотрудников, то есть населения пациентов и сотрудников. Я хочу сказать то, что касается нашего города, то ни один врач, медсестра, младший медицинский работник, никто не потеряет работу, все останутся на своих местах. Есть нюансы, когда меняется, может быть, отделение, может быть, немного характер работы, но все остаются с работой. То есть это не будет для них ни сокращение, ни выставление за дверь. Ну, а вот вы уже сказали такое слово, как периферия. Планируется ли сокращение или закрытие стационарных отделений больниц, в особенности вот на этих отдаленных территориях? Вся имеющаяся лечебная сеть на сегодняшний день будет сохранена в полном объеме. То есть все отделения, которые функционируют в отдаленных, как уже я сегодня упоминал, городах и поселках, они тоже будут сохранены. Будут несколько уменьшаться их коечный фонд, это все объективно, абсолютно, но все эти отделения, все будут сохранены. И еще раз повторюсь о том, что доступность для этих людей, в том числе и стационарной медицинской помощи, будет сохранена. Ну и последний, наверное, вопрос о будущем. Какими вы видите отдаленные перспективы проводимых реформ в сфере здравоохранения в городе Красный Луч? Мы четко понимаем цели проводимых реформ, мы понимаем задачи, которые перед нами поставлены, мы понимаем механизмы их реализации, ну, соответственно, мы себе представляем и итоги проводимых реформ. Я уже сегодня об этом говорил, и хочу сказать еще, что все-таки те ресурсы, которые имеются на здравоохранении, они достаточно значительные, но при этом они не безграничны. Поэтому вот рационально использовать каждую копейку бюджетных ассигнований, это первоочередная задача. Я думаю, что в результате этих реформ я уверен, что так и будет. Все-таки будет значительно улучшено и материальное оснащение отделения, в том числе и медицинская техника, и последняя медицинская техника, та, которая значительно уже устарела, и имеет и технический износ, и морально устарела, и технически. Я думаю, что будут и ремонты, в том числе и капитальные, которые уже долгие-долгие годы не проводились, и которые требовали, чтобы так действительно было. И в итоге это все отразится, конечно же, на наших пациентах, на качестве оказываемой медицинской помощи, на качестве микроклимата, который существует на тех условиях, на качестве условий пребывания на койке в стационарах. Поэтому мы можем ожидать только самых положительных итогов, проведенных реформ. В конце концов, больница известий, шахты известий, все это, относившееся к газете, когда-то строилось с большими-большими масштабами, с большим размахом. И, наверное, нужно, положа руку на сердце, признать, что, скажем, мощности, под которые все это строилось и проектировалось, недавно не, скажем так, не набираются и не отрабатываются. Дело в том, что, когда это строилось, когда это планировалось, когда это все возводилось, были совершенно другие экономические обоснования. И мы прекрасно об этом знаем. Действительно, на тот момент строить крупные предприятия, рядом с ними инфраструктуру, соответствующие величины, было экономически обоснованно. Сейчас, на данный момент, конечно же, не выдерживает никакой критики экономическая целесообразность существования той, тех или иных структур. Поэтому, скажем, под словом оптимизация нужно понимать именно приведение в соответствие и, в конце концов, убрать старый, многоэнергоэнергоэффективный, скажем так, холодильник, да, потребляющий много энергии, поставить вместо него новый энергоэффективный, экономный, это уже тоже оптимизация. Конечно, я сейчас хотел бы, может быть, привести достаточно образный пример, но понятное большинство наших слушателей, например, если мы имеем большой, красивый двухэтажный дом с мансардой, с множеством комнат, но при этом там живут два человека, то во всех комнатах включать электричество не будут. И во всех кранах открывать воду для того, чтобы она текла, тоже не будут. Понятно, будут жить в одной, максимум в двух комнатах и при этом все остальное будет закрыто. Нужно сказать о том, что, конечно, если приедут гости, эти комнаты будут открыты. Поэтому такой пример, вот он достаточно показателен и для нашей сферы. мы можем ссылаться на него для того, чтобы понять, что же мы все-таки хотим добиться. Я благодарю вас за информацию и за точку зрения, за мнение. Напомню, что у нас в гостях был главный врач Краснолучской городской многопрофильной больницы «Известий» Сергей Перепелица. Приходите к нам еще, а вы, друзья, оставайтесь на нашей частоте. Следующий. Здравствуйте, доктор. Жалуйтесь. Да я похвастаться. А, ну тогда будьте здоровы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!